Теперь возвращаемся назад к мужчине. Кто такой мужчина вообще? Как он устроен? Часто мужчины не знают, как они устроены. Например, если мужчина больной, то он вообще не знает, как он устроен. Потому что у мужчины так устроен организм, что в принципе он не должен болеть. Вот мужчина так устроен, что он не должен болеть. Потому что мужчина лечится только с помощью аскезы. Если женщине для здоровья нужно знание, ей надо все правильно делать, потому что она очень чувствительная, то мужчина совсем не чувствительный. Спасибо. Мужчине ничего не надо делать для здоровья, кроме аскезы. Вот допустим, если мужчина спит на твердом, он здоров. Закаливается, он здоров. Пробежки делает там или там фитнес ходит, там качается, борется, там еще что-то. Есть разные конституции у мужчин просто. Мужчина должен выбрать по своей конституции движение, аскезу какую-то. Если он ее выбрал, он здоров. Ему больше для здоровья ничего не надо. Но если мужчина никакой аскезы не совершает и болеет, значит он не понимает себя, как он устроен просто, как личность. Вот посмотрите, возьмите маленького мальчика. Как он живет? Он очень много двигается, правда? Любой мальчик. Он бегает там, глаза квадратные там и все. И он не болеет фактически. Допустим, взять его на улице. Ты что, босиком опять? Босиком. Ты что, без куртки? Без куртки. Ты поел? Нет. Вот у маленького ребенка у него все и так и работает, у мальчика. У девочки нет. Надо кушать? Надо кушать. Надо одеться? Она одевается. Надо там вот так, она так. То есть она все делает как надо. А если нет, она болеть начинает сразу. Но мальчик наоборот, босиком не болеет, в туфлях болеть начинает. Поел? Тяжело жить. Не поел? Легко. Ну то есть мальчику нужна аскеза, понимаете? Если он по башке никто не дал, неинтересно жить. Ему нужна аскеза, понимаете? Ему нужны лишения, трудности, испытания. Я когда был ребенком, как-то так получалось, что родители очень много позволяли. У нас была стройка рядом, там строили детский садик и был керамзит вот такой вот навален. И мы в него прыгали со второго этажа. Иногда втыкались башкой прямо в него. Некоторые как бы кувырки делали, прямо башкой в керамзит раз. И мы верили, что все нормально как бы будет. У нас не было чувства, что что-то будет не то. Ну по башка поболела и все, и нормально. Ну то есть не было ощущения, что что-то не то происходит. Так устроено мужское тело. Оно соткано из аскеза силы, влияния, возможностей. Если мужчина этого не понимает, возможности, особенности своего организма. Ну значит он будет больным и несчастным человеком просто. Потому что мужчина может развиваться только через аскезу. Только через терпение, усилие, преодоление трудностей. Иначе он просто не жилец, он ходячий труп просто. Потому что если мужчина так не живет, то меня обманули, понимаете. Я вот так жил до 28 лет. А когда начал заниматься духовной практикой, мне сказали, это все второстепенное. Главное просто молитва, все остальное второстепенное. Я перестал делать зарядку, перестал делать йогу какое-то время. Все было второстепенное. И потом бац, я чувствую, что я разрушаюсь. У меня теряется сила воли, теряется здоровье. У меня теряется внутренняя как бы решимость. Все идет деградация конкретно, хотя я молюсь каждый день. И все делаю, живу правильно, вроде бы. Я тогда вернул все назад. Ну вот кстати бег, я бегал в молодости. Я подумал, что в ней йоги хватит. И только два года я начал движедвигаться. Два года назад. Сегодня пробежал 13 километров, нормально. Вот. А когда начал бегать я два года назад, у меня постепенно начали болеть. Сначала колени сильно болели. Мне друзья говорили, понимаешь, колени при беге стираются. Не надо бегать, колени стираются. То есть они воспринимают организм, знаете, как машина. Колодки как бы стерлись, надо менять. Колени стираются, надо мениски ставить уже искусственные, понимаешь. Зачем тебе это надо? Не бегай, колени стираются. Лучше ходи просто. Ходьба. Ну так как я же знаю, как организм устроен, что он устроен так. Если ты в него энергию вкладываешь, он самовозрождается. И так у меня начали болеть колени. Переболела правое колено, долго болело. Я бегаю, оно болит. Но бегать надо спокойно, без напряжения. Очень важно. Если ты как бы мучаешь себя, перенапрягаешься, то тогда разрушение идет. Потом тазобедренные суставы болели долго, оба. Переболели. Потом правое колено начало болеть. Совсем недавно. Потом сердце начало болеть. Все переболело, сейчас ничего не болит. Сегодня пробежал, ничего не болит уже. То ли все стерлось, то ли наоборот. Понимаете, это не только мужчин, так и женщин касается. Так человек получает здоровье. Он просто омолаживается с помощью аскезы. Любой человек, женщина, мужчина. Но женщине быстрее это сделать. У женщин так тело устроено, что если она хотя бы чуть-чуть напрягаться будет, она быстро омолаживается. Но женщина вообще напрягаться не хочет. Она хочет только расслабляться. Поэтому для нее даже немножко это тоже уже проблема. А мужчина без движения вообще жить не может. Быть здоровым. Без закаливания, без... Я не знаю, не обязательно бегать. Можно там штангу поднимать там. Или боксом заниматься. Или зарядку делать. Просто все что угодно. Но если мужчина этого не делает, он труп ходячий. Потому что его волевые функции не работают в этом случае. То есть у мужчины волевые функции связаны с движением. А у женщины с творчеством. Вот если женщина занимается каким-то творчеством. Рисует или поет или еще что. У нее есть силы жить. Она много может сделать в течение дня. А у мужчины волевые функции связаны... Потому что творчество рождает энергию любви. А аскеза рождает энергию воли. Или победы над судьбой. Силу воли рождает мужчина. А именно мужская жизнь основывается на силе воли. То есть я все смогу и оклятвы не нарушу. Своим дыханием землю обогрею. Вот когда у мужчины сильная сила воли. Тогда он становится счастливым. И здоровым. И успешным одновременно. Это самое примитивное, что я хотел вам сказать, мужчины. Самое примитивное. Есть еще вещи, которые в принципе надо говорить. Потому что в принципе цивилизация сейчас работает неправильно в этом ключе. Вот например, раньше в древней культуре мужик означало храбрый человек, способный контролировать себя. Сейчас мужик означает сколько выпьешь. Мужик ты или не мужик? Пей. Означает сколько выпьешь. То есть наоборот неспособность контролировать себя. Бесконтрольность. И мужик не мужик означает сколько у тебя баб. Ну, по-русски сказать. Понимаете, в древней культуре самоконтроль означал целибак. Если мужчина способен держать семя, то есть поднимать его вверх, то что такое поднимать семя вверх? Это означает мужество, концентрация внимания, хорошая память, сильная работоспособность, позитивное мышление, хорошее настроение, сильный характер, выносливость и так далее. Все это энергия семени. Именно поэтому семя и рождает жизнь, дает жизнь ребенку, что она обладает такой силой. И понятно, что как бы здесь нет абсолютных правил, то есть умирать просто там, сдерживаться тоже неправильно. Но в целом надо знать вектор, что если ты увлекся чрезмерно сексом, то ты значит тогда будешь терять жизненные силы. У тебя не будет возможности развиваться как личность, потому что ты будешь слаб. Духовно, психически, даже физически, даже когда мужчина чрезмерно сексом занимается, он становится больным. У него даже сил нормально быть здоровым не хватает. А хочется. Вот это хочется нужно контролировать. Потому что или ты счастье получаешь в развитии, или счастье в сексе. Надо выбирать. Но еще раз повторяю, здесь нет абсолютных правил, надо выбирать вектор. То есть вектор вверх. Это семя должно подниматься вверх. В этом вектор. А насколько ты можешь терпеть, это зависит от твоих возможностей. Потому что если мужчина как бы уже дрова колет, как и Челентано там уже. Вот это уже означает, что что-то надо менять жизнь. Что-то надо менять, значит. Вот. Ну то есть, в данном случае он поменял. Но он же в этом фильме, кстати, показан. Он показывал, вы, говорит, женатике можете так сделать? Раз на бильярдную доску, и там отжиматься с лапками. Это правда. То есть он контролировал семьи, поэтому у него была сила, разум тоже. Он там ворон начал с ними разговаривать на птичьем языке. Это реально? То есть в этом как бы есть смысл. Это шутка все, это комедия. Но в этом есть смысл. Что это действительно так. Что мужчина, который себя контролирует в отношении к женщине, он также и способен быть счастливым в личной жизни. Потому что для мужчины, чтобы быть счастливым в личной жизни, надо перестать зависеть от энергии любви, что практически невозможно. Поэтому независимость от энергии любви означает любить Бога. Потому что у Бога тоже есть эта же самая энергия. Если мужчина переключается на Бога, и он не зависит от женской энергии любви, то тогда в этом случае женщина его будет любить. Фактически неправильное движение такового. Женщина идет вперед, но это движение тоже правильное с точки зрения жизни. Смотрите, женщина, как все начинается. Женщина идет вперед, тянет за собой мужика. Пусть это сын или муж. То есть она сердцем чувствует, как правильно. Она начинает первое развиваться в семье. Все остальные спят. Мужики спят сначала. Она чувствует, что война приближается. Надо уже бить в колокол. Они бьют, это нормально. Вот. То есть женщина первая начинает развиваться в семье. Она первая все меняет. Потому что у нее сердце ближе к Богу. Так устроено. Но она не может как бы огромных усилий прилагать. У нее не так психика не устроена. И только страдания заставляют совершать эти усилия. Ей бы хотелось наоборот за мужем пойти. Как бы по жизни. По природе по своей. Тогда она будет счастлива. Но сначала женщина идет вперед и мужчина раскачивается. Но когда мужчина раскачался, отставлюсь с паровозом. Его, ну как бы, очень трудно заставить двигаться. Но потом, когда он разгоняется, то вообще ничего не надо делать. Можно сесть и чай попить. Потому что он едет сам уже. Его не остановишь. Также у мужчины психи... У женщины психика легкая. Чуть дуни, она уже все пошла вперед. У мужчины психика очень тяжелая. Его надо раскачивать долго. Ему самому даже себя раскачивать надо очень долго. Даже если он понял, что так надо делать. Но вот представьте себе, когда мужчина уже понял, что для него главное Бог, а не жена. Или женщины, как мужчины думают. То тогда вектор выстраивается в семье так, что он приносит всем счастье. Мужчина развивается, идет вперед к Богу, а женщина за ним, а за ней дети. Самый неправильный вектор, это когда дети вперед идут, потом мать дальше за детьми идет, а за ними отец. У меня так было в жизни. Вытягивай, переходи, вот сядь. Но именно так и должно быть. Как есть, так есть. Если мать даже не может развиваться, тогда дети будут развиваться. Или пойдут в деградацию полную. То есть, или дети с родителем в омут идут, или всех вытягивают, всю семью на себя. Поэтому, даже на санскрите сын, знаете как сын звучит? Пут-ра, пут-ра. Ра означает победа. А пут означает ад. Ну то есть, спаситель от ада. Сын переводится в санскрите. Представляете? Ну то есть, сын может вытянуть всю семью, если он правильным путем идет, он может и родителей спасти, и детей своих, и жену, всех. Женщине тяжелее уже спасателем быть. Но она лучше знает, что надо делать в жизни. И так, когда мужчина поворачивается к Богу, и у него привязанность к жене уменьшается, меньше скандалов наступает, меньше руганий, потому что так устроена психика семьи в целом. Мужчина, если ничего от женщины не хочет, он как бы совсем согласен, но он ее по-доброму воспитывает. То она начинает сначала его уважать постепенно. Женщине очень трудно мужчину уважать, потому что она чувствует, кто с Богом связан, кто нет. Если муж начинает связываться с Богом, она постепенно меняет к нему отношения. Но если женщина начинает уважать сильно мужа, ему не надо напрягаться, чтобы она все делала правильно. И даже говорить ей много об этом не надо. Руководитель клуба «Благость». Не знали, как клуб «Благость» поддерживать. Он сделал магазин «Благость» называется. И там взял все благостные товары, выставил. И потихоньку этот магазин начал работать. И в результате клуб «Благость» тоже туда прикрепился. Вот. Ну то есть надо понять, вот часто мужчины спрашивают, я не знаю, что с женой делать. Ты разберись сначала со своим привязанностями. Если ты во всем от жены зависишь, тогда она тебя загрызет просто. Шансов у тебя нет выжить вообще. Потому что женщина, она не может терпеть, когда мужчина постоянно что-то от нее хочет. Понятно, что без энергии любви никто не может жить в этом мире. Ни мужчин, ни женщин, ни дети. И женщина является источником любви. Поэтому все завязано на женщине. Но если мужчина самодостаточным стал, просто чисто теоретически возьмем, допустим, мужчина в семье не зависит от энергии любви жены. Он самодостаточный, сильный, разумный. Не пристает жене постоянно, и мозги не парит. Дает ей возможность ошибаться, истерить, глупости делать. Вот, капризничать. Она успокаивается в результате. Потому что женщина так устроена, всегда мужчину проверяют на крепость. Она подпиливает его всегда, сук, на котором сидит. Подпиливает постоянно. Ну такая природа у женщин просто. Надо проверять на крепость, на прочность всегда. Чуть-чуть подпилить его, как посмотреть, как нормально. Вот, так устроена женщина просто. Вот. И если мужчина, у него дерево стало как железо крепкое, то есть он на Бога направлен, у него психика очень сильная, берега реки отвесные, высокие, скалистые. То она как бы наваливается на берега, течет, и думает, крепкие берега, все классно. И успокаивается вода, перестает бурлить, она спокойно течет, знает, что все хорошо у нее в жизни. Начинает доверять мужу. Когда женщина доверяет, ему несложно ей руководить, он ей намеки только делает, как надо делать, она постепенно в этом направлении выходит туда, в эту сторону. Но если мужчина постоянно думает о том, что мне жена мешает жить, то есть он постоянно, вот она не то делает, не то, и постоянно следит за ней, она становится коброй. Вот когда мужчина постоянно думает, что его счастье зависит от женщины, то женщина превращается в кобру. То есть она копит яд, такая. Причем она сама не хотела. Она даже яд не хотела копить. Женщина это самое безобидное существо на свете. Все, что она плохого делает, это все не по своей воле. Так получилось просто. Так устроена природа просто. Если мужчина понял, что он должен больше от Бога зависеть, тогда он получает максимальное счастье в личной жизни. Потому что если женщина чувствует опору, и она чувствует, что он как бы ее не третирует, а просто самодостаточная, она может расслабиться, чуть-чуть там покапризничать. Дома у нее психика начинает подвижность становиться, то есть энергия любви начинает двигаться сильно. И тогда она начинает сильно любить. Естественно начинает любить своего близкого человека, заботиться о нем. Женщина, вам надо глаза, уши заткнуть, чтобы не слушать эту лекцию. Что сейчас, если вы будете слушать, вы придете и можете говорить, вот таким надо быть. Понимаешь? А если ты не такой, тогда что ты паришься, будешь несчастной. Вот женщина, если вы так скажете, будет еще хуже. Потому что у вас другой метод. Вы молитесь Богу, думаете о нем, муж изменяется в лучшую сторону. Нужно всегда винить только себя во всем. Близкого человека не надо обвинять. Но сейчас лекция для мужчин, хоть в основном женщины сидят. Лекция для мужчины, и мужчины должны знать, когда жена успокоится. Во-первых, она никогда не успокоится, потому что она женщина. Но ей станет легче, и она будет меньше капризничать, потому что капризы идут от того, что она чувствует, что от нее слишком много хотят. То есть она чувствует на себе слишком большое пристальное внимание. От нее требуют все постоянно. И она... Потому что любить по требованию невозможно. Любить можно только, когда свободно это получается. Никто тебя не заставляет. Так, женщина энергия любви, поэтому от нее лучше неси, намного требовать. Но женщине нужно дать зону ее жизни. Нужно все, но определенно, чтобы было в жизни. Вот допустим, мужчина говорит, я буду ходить к друзьям только тогда-то. Она сразу успокаивается. Вот она привыкла к этому, что к друзьям вот тогда-то он ходит. Все, она успокаивается. Теперь муж приходит и говорит, я сегодня тоже у друзей был. У нее глаза квадратные. Как так? Ты же обещал, что вот тогда ходишь. Он говорит, ну а что тебе мешает? Ну сходил еще раз. Он не понимает, как устроена женщина. Женщина, она любит определенность во всем. Поэтому мужчина должен все прописать ей, как будет. Вот если вот так вот будет, тогда она следит, чтобы было так за ним. Причем сама она не считает, что она должна полностью по этому графику жить. Ну приведу пример, допустим. Если она, допустим, сама у подружек задержалась, то это не проблема. Главное, чтобы муж не задерживался, потому что он обещал. А если жена сама обещала, она говорит, ну я же женщина, что ты от меня хочешь? Ну то есть она свои обещания как бы может выполнять, может не выполнять. Но есть вещи, которые женщина очень бережно хранит, потому что Бог ей сердце подсказывает. Первое. Она должна быть гораздо более верна мужу, чем он ей. Даже в мысли. Тогда он будет верным тоже. Второе правило заключается в том, что она должна следить за жизнью семьи с точки зрения нравственности. Она должна постоянно мониторить ситуацию, куда идут дети, куда муж идет, как он живет. То есть Бог ей дал вот это задание тоже, чтобы она смотрела, как семья живет правильно или неправильно. Потому что мужчина иногда заносит. Женщину никогда не должно заносить правильно или неправильно. Бог ей дал женщине вот это верность и правильно и неправильно. И отношения со старшими тоже. Мужчина иногда может ошибаться в отношениях со старшими. Но в женщине заложено уважение к старшим с самого рождения. Она может подсказывать. Ты неправильно сидешь, ведешь со старшими. А также благотворительность и все прочее. Здоровье тоже на жене висит в семье. Она должна следить за здоровьем всех. Но в остальном она там поболтать с подружкой можно больше. Украшений захотеть можно чуть больше, чем положено. Отдохнуть, полежать в постели можно чуть больше. Поесть сладкое иногда можно, даже на ночь, женщине. Иногда можно. Но вот есть вещи, которые нельзя. Это будет разрушать семью. И мужчина тоже должен знать, если женщина не пошла на зарядку, ничего страшного. Она женщина. Не встала вовремя, тоже ничего страшного. Вот если она начала, нашла себе друга какого-нибудь, с которым советуется, вот это уже страшно. В этом случае нужно ему сказать сначала по-доброму этому другу. Это моя жена, она будет советоваться со мной во всем, а не с тобой. Он мужик поймет. А если он не понял, тогда ему нужно как бы организовать лечение. Лечебный процесс. Причем сначала ему надо просто сказать, что может быть лечение. Может быть это его как бы сразу отрезвит. Причем женщине не надо ничего вообще говорить, что там зачем ты подружилась с каким-то человеком. Не надо ей ничего говорить. Женщину не трогайте. Она сама все поймет в процессе практики. Вам надо сначала сказать мужчине, чтобы он успокоился. Потом второй, следующий этап. Ему пообещать лечение. Может быть это ему достаточно будет. Но если он как бы не понял, что будет лечебный процесс, надо тогда ему начать вот это лечение. Точечный массаж самое лучшее. В данном случае точечный массаж лица. Для мужчины точечный массаж лица. Да, так, широкой поверхностью. Точка, мой сервис. Один раз достаточно. Понятно, мужчины? Бог любит. Скажите, а Бог любит вообще так, когда мужчина очень любит? Ему очень нравится Богу. Очень нравится. Это я вам... То есть в священных писаниях так написано. Богу очень нравится, когда мужчина так себя видит. Очень нравится. Женщинам тоже, кстати, я проводил опрос. Женщина, если видит, как муж ее так... Она думает, у меня хороший муж такой. Крепкий такой. Женщине, поднимите руку, кому нравится, когда муж так себя видит. А кому не нравится, поднимите. Одна только поднимите. Остальные воздержались. Итак, следующее очень важно знать, что вот женщине очень важно уважать в семье старших и уважать наставников, наставник. О мужчине очень важно знать также и следующее, что ему в сердце надо развивать уважение к родине. Вот в стране, в которой ты живешь, ее считать родиной. Мучение надо. Дальше ему надо развивать уважение к культуре религиозной, в которой она находится. Допустим, здесь православная культура. Надо развивать к ней уважение в сердце. Любите эту культуру, даже если это не твоя вера. Это мужчине надо делать. Сейчас объясню, почему. И мужчине нужно также с помощью внутреннего понимания понять важность подчинения власти и поддержки власти. Потому что это создает силу народа и, значит, твою собственную силу, в котором, месте, в котором ты живешь. Сейчас объясню, почему. Власть дается от Бога. Как это происходит, я сейчас систему вам опишу. Смотрите, вот есть люди, да, которые живут в каком-то месте. У них есть определенное количество грехов. И поэтому, вот им положена власть с таким количеством грехов. Если, допустим, власть лучше, они начинают жить лучше, чем положено. Они все расслабляются и деградируют. Поэтому у власти будут определенные возможности иметь чистоту. Даже можно всех, всех, вот, допустим, взять, допустим, старшему, всех увольнять, кто с грехами, допустим. Он будет брать новых, они все равно будут становиться какими же грешниками. Потому что людям, в месте, в котором это все происходит, не положено. И Бог поэтому будет все равно делать так, как положено. Хоть хотим мы, хоть нет. Теперь люди, если не знают всего этого устройства, они начинают бунтовать. Хотим хорошую власть. Или, допустим, не хочу плохого мужа, хочу хорошего там. Бунт начинается. Тогда вообще останешься без всего. Допустим, свергаем власть. Хорошо свергли, тогда хаос. Промышленность ноль. Развитие людей ноль. Структура разрушается. Бизнеса, связи. Культурная среда разрушается. Все становится один хаос. И вот у нас с 905-го, примерно по 50-й год, хаоса. Просто потому, что решили свергнуть власть. 50 лет хаоса. Я просто вам рассказываю, как действуют законы Бога. Вы можете принимать эти слова, можете и не принимать. Это ваше дело. Это эзотерическое знание. Его трудно понять. То же самое внутри каждой религиозной системы. Допустим, создана религиозная структура. Надо уважать старших очень сильно, даже если они ошибаются. Те, кто разрушают эту структуру своими действиями, они все деградируют. Бог их лишит веры. Они уйдут из этой веры, все эти люди. Точно так же и человек, который находится в какой-то стране. Если он уважает власть в этой стране, то тогда у него появляется ключик к положению в обществе. Его положение в обществе начинает расти, потому что так работают незримые законы. То есть уважать власть, понимаете, некоторые люди правду ставят выше власти. Вот вы неправильно действуете, поэтому я вас не уважаю. Точно так же к мужу. Живи правильно, я с тобой остаюсь. Неправильно, я до свидания, я ухожу к другому. Хорошо ушла к другому, вообще останешься без мужа. За что же я наказан? Он неправильно жил. Так он неправильно жил, потому что тебе так положено. Почему ты не признаешь волю Бога? Почему ты думаешь, что ты можешь сама решать, как тебе жить? Вот тебе положено, у тебя такая судьба. Почему ты выбрала другую? Я консультировал 150 человек иммигрантов в Лос-Анджелесе и в Сан-Франциско 10 лет назад, когда я читал лекции, два месяца ездил в Америку. Я пришел к выводу, что все эти люди жутко пострадали от того, что они переехали. Кто-то из них привык, кто-то не привык. Но все пять лет мучились, просто адаптируясь к этой жизни. А все просто произошло потому, что они не уважали власть. Больше не было никакой причины, почему они отсюда уехали. И они точно так же не уважают власть. Я их опросил специально. Не стал им об этом говорить. Они там точно так же не уважают власть, как это здесь не уважали. Им там тоже не нравится власть, точно так же. Разницы никакой нет. Потому что у власти везде есть косяки. И там, и здесь. Просто они разные. Потому что разные страны, разные культуры. Итак, смотрите, интересно. Я для мужчин сейчас читаю лекцию, женщины. Вам тоже интересно, мне кажется, это все знать. Итак, смотрите. Если мужчина уважает культуру, в которой он живет, то он попадает в хорошую культурную среду, необходимую для развития его как личности. Если мужчина, а культурная среда означает друзья, интеллигенция, ну то есть люди, которые, образованные люди, которые могут тебе помочь с деятельностью. Некоторые люди подходят ко мне и говорят, Олег Геннадьевич, не могу найти себе работу. Хорошо, давайте сейчас я вам все объясню. Вот допустим, я не могу читать лекции, не могу заниматься тем, что я сейчас занимаюсь. И мне нужна работа. Кто мне даст работу из вас? Поднимите руку. Видите, пять человек. Шесть. Семь, восемь. Почему? Ну, потому что вы меня уважаете, и я вас уважаю. И получается, что у меня есть возможность, я без работы не останусь. Только потому что, ну, много социальных связей, понимаете? Вы понимаете, о чем я говорю или нет сейчас? Я просто на своем примере это сделал, чтобы вы поняли, что у вас та же самая ситуация в жизни. Если вы уважаете культуру, в которой вы находитесь, то вы сразу же получаете ведь эти ниточки отношений, и вам не надо искать себе работу, потому что люди сами вам ее найдут. Вам друзья просто найдут работу, потому что у вас они есть, а друзья есть там, где человек свой. Вот, допустим, приведу пример. Читал лекцию в Германии, одна женщина пришла на лекцию, говорит, Олег Геннадьевич, я не могу найти себе работу. Я говорю, у вас друзья есть? Она говорит, нет, я здесь одна. Я говорю, а почему вы одна? Она говорит, мне все дико здесь, мне не нравится все здесь. Говорит, приезжайте в Россию. Она говорит, я не хочу. Я говорю, тогда будете мучиться. Она говорит, что делать? Я говорю, полюбить страну, в которой вы живете. Полюбить культуру, людей, их взгляды, их веру. Не обязательно верить так же, ну полюбить хотя бы, уважать начать. И тогда у вас появятся социальные связи через эту любовь, она притягивает людей. Вы по улице людей идете, к вам люди притягиваются, потому что вы любите все, что здесь есть. А если вы не любите, тогда вы становитесь дикарем, одиночкой, который не может найти ни работу, ни друзей, ни мужа, ничего. Просто пустая жизнь. Теперь, если человек хочет развиваться, ну то есть ему не хватает, он, допустим, человек говорит, я хочу бизнес сделать, у меня нет возможности. Это значит, что у вас нет уважения к власти. Вы не понимаете, как это устроено. Надо власть, это тот, кто связан с Богом. Причем он может там быть деградантом, этот человек. Почему он связан с Богом? Потому что он в прошлом делал какие-то благочестивые дела. В результате он от рождения получил силу иметь власть. Это сила просто человеку. Вот, допустим, сюда зайдет человек, который имеет большую власть. Ему даже представляться не надо, все пригнутся сразу, когда он зайдет сюда. Почему? Потому что в нем есть сила. Понимаете, эта сила видна на человеке. Особенно тем, кто опытен. Эта сила дается Богом. Богом дается эта сила. И вот за это и надо уважать этого человека. За то, что Бог ему дал силы. За то, что он заслужил это когда-то. А сейчас власть это большое испытание. Сейчас он может не проходить это испытание. Делать какие-то глупости. Но все равно уважать надо. Точно так же, как родители. Вот, допустим, у меня подошла одна женщина, говорит, у меня родители там вообще просто свиньи. Я должна их уважать? Я говорю, да, потому что они вам дали жизнь. Вот точно так же человек живет в какой-то стране. Ему дает возможности по дорогам ездить. Войны нет. Понимаете? Войны нет. Ему дает возможность жить в этом месте. За это надо уважать власть. Но самое интересное заключается в том, что если человек просто в сердце уважает старших, власть, или тех людей, у кого он работает, работодателей, то его легко повышают должности немедленно. Потому что тех людей, которые уважают власти старших, очень мало в принципе. В основном люди боятся власти, просто боятся. Но если люди уважают, это значит, что это развитые люди социально. То есть они уважают власть. И страну, в которой живут, уважают. Это развитые люди, не простые люди. Это не сумасшедшие, не фанатики, развитые люди. И эти люди, когда они развитыми становятся, их чувствуют старшие сразу. Потому что таких людей очень мало в принципе. Им сразу дают повышение. И не надо упахиваться, чтобы повыситься. Не надо зарабатывать много денег. Просто человек уважает старших. Меньшиков уважал старших. Петра Первого. В результате. Босяк, который неграмотный. Представляете, раньше, сейчас это не так сильно видно. Раньше люди неграмотные. У них не было ни культуры, ни воспитания, ни нормальной речи. Они говорили по-другому, чем грамотные. У них не было ни письменности, ни здоровья, ни одежды нормальной. То есть они были голодранцы вонючие, понимаете? Которые не могли ничего в жизни, кроме как делать тяжелый труд. Вот такая была сильная вилка между дворянами и вот этими вот низкорожденными людьми. И вот этот низкорожденный человек стал предводителем армии Петра Первого в результате дружбы с ним. Он так развился, как и он был образованнейшим человеком. Не то, что там голодранец управлял. Он был образованным человеком. Это результат уважения к старшему. Я вам просто рассказал, как человек по социальной лестнице поднялся до самых высот. Выше уже просто некуда. Царем как бы он не мог стать по-любому. Но самым близким человеком к царю он стал. Это результат правильного понимания. Это правильное понимание описано в ведах. В ведах говорится, что для мужчин есть в целом два пути развития. Первый путь развития это упахиваться, как и шаг. Неэффективно. Второй путь развития уважения к старшим. А старший означает духовники, духовность, которая здесь существует в этой стране. Это один вид старших. И власть второй вид старших. Все. Если мужчина не может этого уважать, говорит, мне не нравится. Хорошо, значит ты не уважаешь Бога. Потому что Бог это все создал здесь, как положено людям. И если ты не уважаешь, едь туда, где уважаешь, живи там. А если нигде ты не уважаешь, значит тогда ты не понимаешь его замысел. И тогда ты никогда в принципе не сможешь быть старшим. Никогда социально развитым не сможешь быть и будешь тяжело трудиться всю жизнь. Мужчина это то, что я вам сказал, это революционное знание. Дышите глубже. Сейчас не принято так думать. Потому что хочется всех порвать. Настолько тяжело сейчас. Настолько культура людей, их нравственность настолько слаба. Ну давайте просто теоретически представим. Сейчас все люди начнут на такие лекции ходить. Не обязательно мои. Ну разных направлений, там есть разные культуры, направления, традиции. Они начнут ходить на такие лекции. Все люди в России, прям. Вот все до одного. Я могу вам сказать точно. Пройдет год или два, полностью структура власти поменяется в стране. Все поменяется, встанет другая жизнь, все по-другому станет. Потому что все зависит только от нас. Мы начинаем меняться, все там тоже меняется. Женщина меняется, муж меняется. Поднимите руку, кто из вас работал над собой лет пять. Муж полностью поменялся, как человек, а поменял свою жизнь. Вот, смотрите, люди поднимают руки. Или жена, допустим. Ну вот, пожалуйста. Видите, вот было так, а стало так. И не то, что он ее душил. Самое лучшее вообще не трогать человека. Не рассказывать ему, как надо жить правильно. Просто жить правильно самому. Потому что в личной жизни самый лучший способ воспитания, это личный пример. Если ты сменяешься, тебе становится лучше. Один мужчина подошел ко мне и говорит, можно я вам руку пожму? Я сюда пришел на лекцию, не слушать вас. Потому что слушать это следующий этап уже. А я говорю, зачем пожрать вам руку? Я говорю, зачем? За жену. Она стала послушной, смеленной, классной. Спасибо вам большое. Ну, то есть, следующий этап, он у нас на лекцию будет ходить, аж сам начнет развиваться. Потому что таков путь, человек, так устроен этот мир. Все люди развиваются в этом мире. Вопрос скорости. Если ты правильно все делаешь, развиваешься быстро. Еще раз хочу пример, вот этот престиз с узнаваемостью. Вот, допустим, можете проэкспериментировать, если хотите. Вот, допустим, если вы любите какого-то человека, у него злая собака дома. Ну, допустим. Но вы его любите. Вы придите к нему домой. Даже без этого человека. Собака может начать лаять, потому что она, ну, как бы всегда лает. Но кусать она вас не будет. И не будет злиться по-настоящему на вас. Потому что она чувствует свой или чужой. Вот точно так же любой милиционер, понимаете, на улице. Любой гаишник на улице чувствует свой или чужой. Любой администратор в любом здании, любой директор завода чувствует свой или чужой. И поэтому, если человек любит культуру, в которой он живет, и любит страну и правительство, он становится своим. И ни одна собака его не тронет. Даже если его задержат где-то, все равно ему никто не будет причинять каких-то вреда, потому что по нюху видно, что свой. Проэкспериментируйте. Я вам предложил идею попробовать так жить. Вы увидите, как эта система работает. Система распознания своих и продвижения их. Ну, допустим, вы живете в Узбекистане. Если вы не уважаете там власть, веру, вы никуда не попадете. Ни в какие, никуда вообще. Просто будете, даже если у вас огромная способность. Чем восточнее, тем сильнее это развито в людях. Но даже если вы приедете в Германию, то вам тоже придется уважать только уже их структуру. Если восточная культура основана на уважении к старшим и к вере, то западная культура основана на уважении к законам. Надо законы сильно уважать. И всегда им следовать очень строго. Уважение к законам и уважение к правилам труда. То есть, если ты прилежно трудишься, законы уважаешь, там вот такой-то человек, то тебя сразу начинают продвигать. Если только чуть на работе не так что-то делаешь, если не по закону что-то делаешь, то тоже все, стой. И мне нравится. У нас уважение к старшим и уважение к вере является. Потому что это восток уже. Продолжение следует...